Вячеслав Ширяев Женщина испугалась и убежала в дальний угол. На камере видны только ее руки и зарядка макушка головы. Но главное не это. Одежда, нож и угрозы грабителя. Все внимание на них. Да, вот это. Еще, да, все, все. Ну это же копейки. Да копейки, не копейки, доставай. Доставай, доставай. И вот кассирша достает последнее бумажное, но и на этом ненасытный покупатель не остановился. Женщина в халате вытащила всю кассу, а он не прекращал требовать еще. Остальное давай, давай остальное. Ты что, вот всякая, у нас выручка 15 тысяч, ты что? Пошли, пошли. Вызь, у меня там ничего нет. Иди вперед, быстро, ты видишь нос? Только когда вся выручка, а это и вправду 15 тысяч рублей, оказалась в кармане ножевого фехтовальщика, он оставил беззащитную женщину и ушел. Но это не конец маршрута злоумышленника. Дальше он отправился в Алкомаркет. Решил все сделать по только что отработанной стратегии, но план провалился. Продавщица нажала тревожную кнопку и налетчик ринулся бежать. Его задержали, но только уже без денег успел потратить. Пока шло следствие, задержанный находился под стражей. Сейчас его дело со всеми доказательствами направили в суд. И все на одного. Полицейские Краснодара задержали банду грабителей. В их деле цифра 3 фигурирует больше, чем в школьных примерах. Сами посмотрите, на дело шли втроем, работали в три этапа. У каждого было по одной заранее отточенной роли, что в сумме 3. Водяле полиции, ранее несудимые 19, 22 и 23-летние местные жители признали содеянным и пояснили, что заранее распределили между собой преступные роли. Один из сообщников выбирал жертв в развлекательных заведениях, за которыми начиналась слежка до их дома на автомобиле под управлением второго правонарушителя. А третий отвечал за непосредственную реализацию ограбления. Схема грандиозная. Организовали целый отряд слежки, а нападали только в подъезде. Так злоумышленники успели ограбить двоих краснодарцев. У одного отобрали наушники и телефон, другой мужчина лишился золотой цепочки. Общий ущерб оценили в 54 тысячи рублей. Ограбителей посадили под домашний арест. Возможно, теперь они видят родные стены в последний раз. С подснежниками оттаяли и закладчики. На посту ДПС Успенский дорожные служащие задержали наркокурьера. Мужчина сразу показался странным, сильно нервничал. В пассажирской двери, где и сидел мистер конспирация, правоохранители нашли наркотики. Груз из 57 желтых пакетиков остановленный купил в Краснодаре, чтобы опробовать себя в незаконном бизнесе. А что, снег оттаял, можно и закладки копать. Так подумал дилер или нет, это уже не важно. Внутри пакетиков был белый порошок массой более 25 граммов. Экспертиза установила, это героин. Теперь открыть контору порошковых путевок по радужным мирам у мужчины не получится. Сейчас он находится под стражей, ждет наказания. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Сегодня эксперты-криминалисты отмечают свой профессиональный праздник. По этому случаю мы побеседовали с начальником эксперта криминологического центра Главного управления МВД России по Краснодарскому краю Владимиром Амельченко. Владимир Александрович, сегодня исполняется 102 года экспертно-криминалистическим подразделениям МВД. Во-первых, у вас с профессиональным праздником. Спасибо. 102 года больше века. Что поменялось за это время? Вы знаете, что экспертно-криминалистическая служба системы МВД довольно-таки такое интересное направление. Она очень содержательна. И действительно, наверное, это та служба, которая находится на стыке и оперативных и следственных подразделений, и научных методов применения в раскрытии и расследовании преступлений. Если немножко уйти в исторический экскурс, то 102 года это, наверное, та служба, которая развитие на современном этапе получила. С момента создания советской милиции и выхода из состава уголовного розыска специального кабинета судебной экспертизы в 2019 году, 1 марта, это состоялось в первый день весны. И действительно, наверное, если взять традиционные подходы криминалистики, которые всем, наверное, широко известны из книг еще рассказов о Шерлоке Холмсе и других детективах, то действительно некоторые подходы на современном этапе еще сохранились. Почему? Потому что те традиционные, наверное, науки, которые существуют в криминалистике, разделы, такие как дактилоскопия, это исследование по следам пальцев рук, это составление субъективных портретов. Ну, как вы знаете, различные ученые работали в этой области для того, чтобы по типу внешности определить какой-то портрет предполагаемого преступника. Здесь, конечно, мы применяем новейшие методы с использованием компьютерной техники, но, тем не менее, именно составление субъективного портрета тоже относится к разделу криминалистики и широко используется для отождествления и поиска вероятного преступника, который совершил преступление. Если, значит, говорить о современном развитии, то в настоящий момент сотрудниками экспертных подразделений Краснодарского края производится 45 направлений различных видов экспертиз. Как я говорил, уже традиционные существуют, такие как дактилоскопия, трассология, баллистика, субъективный портрет составления, портретная экспертиза, исследование почерка, техническая экспертиза документов, холодного оружия, баллистические исследования. Ну и на современном этапе, конечно же, применяют, находят свое развитие, это наукоемкие какие-то виды экспертиз. К таким виду можно отнести криминалистическая экспертиза материала, вещества и изделия. Это довольно-таки очень широкий спектр экспертиз, который заключает в себе и исследование наркотических веществ, психотропных сильнодействующих, которые изымаются из незаконного оборота, исследование лакокрашенных покрытий, материалов, специальных химических веществ, исследование нефтепродуктов, стекла, керамики, микроволокон и так далее. То есть, если в целом пояснить, откуда эти объекты берутся, то все вещественные доказательства, следы, которые изымаются при осмотре места происшествия, по факту событий преступления, происшествия, они в последующем отрабатываются, попадают в лаборатории именно экспертов-криминалистов. Все до мелочей? Все до мелочей, да. И как бы вот особенно последнее время направление, хотя направление, оно может быть не совсем такое новое, но технически сложное и развивающееся, это исследование ДНК. То есть, работаем с образцами, биологическими объектами на молекулярном уровне. То есть, те объекты, которые вот, они практически простым глазом невидимы, но тем не менее, они остаются на месте происшествия, всегда остаются. Задача их найти, обнаружить, изъять, ну и в последующем донести до лаборатории, где специальными методами с использованием дорогостоящего оборудования удается все-таки установить, выделить ДНК предполагаемого преступника и уже по наличию определенного генетического кода идентифицировать и установить личность, которая была на месте на событии преступления. Ну и пользуясь случаем, я хотел бы поздравить действующих сотрудников с праздником, поблагодарить за службу, действительно служба очень ответственная, и поздравить ветеранов. Традиция у нас очень, на Краснодарском крае, именно развитие экспертной службы, очень большая. И я хочу сказать, что мы как бы являемся продолжателями тех идей и начинаний, на которых базировались наши ветераны. Всех с праздником, всем спасибо. Вечерние гумки по Северному мосту в краевом центре закончились несколькими разбитыми автомобилями, один из которых восстановлению не подлежит. На кадрах видно, как мимо камеры очевидца на высокой скорости промчались две машины. Один из пилотов, не справившись с управлением, врезается в несколько транспортных средств. К счастью, обошлось без жертв. О других дорожно-транспортных происшествиях далее в программе. Выезд на главную с авторостепенной иногда сродни опасному аттракциону. Но если в парке развлечений фактор риска сводится на нет, то на проезжей части такого бонуса не предоставляется. Открывает сегодняшний обзор столкновение двух автомобилей на пересечении от Арбекова и Совхозной. Итак, белая иномарка понемногу показывается на главной. И это действие водителя седана приводит к встрече, надо сказать, малоприятной, с серым внедорожником. Его рулевой хоть и поздно, но успел среагировать на появление легковушки, поэтому удар получился не сильным. Хотя это не стало смягчающим обстоятельством, и уже через два часа на месте происшествия работали специалисты. Следующее ДТП произошло на знакомом участке, который не раз мелькал в наших обзорах. И что примечательно, характер столкновений примерно один и тот же. Смотрим. Едущая параллельным курсом в поле зрения камеры единой дорожно-диспетчерской службы появляется темная лиховушка и грузовичок. Упорство виновника аварии, который ни в какую не уступал, конечно, можно позавидовать. Но только для чего это сделано, непонятно. Хотя, может быть, это просто невнимательность. Освободив по инерции проезжую часть и сбив дорожный знак, автомобили замирают, а их рулевые не особо торопятся выходить на свежий воздух. Да и действительно, куда торопиться, правоохранители прибудут на место только через полтора часа. Следующая серьезная авария произошла на пересечении Московской и Зиповской. Видео повествует, что обзор водителю темного внедорожника загораживает стоящий на остановке трамвай. Несмотря на это обстоятельство, он, не убедившись в безопасности маневра, смело давит на газ, пытаясь пересечь встречную полосу. Но в этот момент по ней на хорошей скорости движется легковушка. На скользкой дороге мгновенно затормозить, конечно же, не получается. И седан на всех парах впивается в пассажирскую сторону виновника ДТП. Получив серьезные повреждения, после оформления аварии легковушка отправилась на место стоянки на эвакуаторе. Старший брат, хоть и прихрамывая, но своим ходом. Завершаем наш дайджест серьезной аварии на перекрестке Красной и Кузнечной. Элементарное нарушение стало причиной обездвиживания двух транспортных средств на долгий срок. По главной улице города движется темный седан. Дорожная обстановка позволяет ехать с разрешенной скоростью. В этот момент путь легковушки преграждает белая иномарка. Сильнейший удар приводит к весомым потерям передней части одного автомобиля и эффектному развороту другого. Чудом в ДТП никто не пострадал, хотя видно, как водитель и пассажир седана находятся в глубоком шоке от произошедшего. Через полчаса на месте были правоохранители, которые и оформили этот инцидент. Они ищут, они помогают, они спасают. Ребус с простой разгадкой. Речь о поисково-спасательной службе Юга России. С первого дня весны, только 1995 года, они впервые взошли на свой пост официально. Сегодня уже спустя 26 лет спасатели празднуют свой профессиональный день рождения. 26 лет пролетели очень быстро, конечно. Хочется отметить, что история отряда началась не 26 лет назад, а значительно раньше. Еще со спасательной службой ВДФСО профсоюзов. Это всесоюзного добровольного спортивного общества. Так и получилось, что по официальным документам они молодежь, а если прибавить еще 30 лет стажа, ветераны своего дела. За это время спасателями проведено большое количество спасательных работ, более 10 тысяч работ. На данный момент служба, конечно, претерпела серьезные изменения. Если в 1995 году это было порядка 60 человек, несколько единиц техники, несколько плац средств, то сейчас это около 800 человек на территории всего Южного федерального округа. 800 настоящих профессионалов, в их числе поисково-спасательные отряды, кинологи, водолазы, а также отдел медицинского сопровождения, который оберегает не только пострадавших, но и самих служащих. Спасатели Юга, спасибо за то, что не размениваетесь чужими жизнями. Вы – наша стена, оберегающая от опасности. На сегодня это все. Увидимся завтра. Продолжение следует...